Итак, за счет этого, понятное дело, эти объемные перегрузки, они приводят к дилатации выраженной гипертопии, дилатации гипертопии, выраженной дилатации левого желудка. Действительно огромный прием. И вот объем крови, который выбрасывается, сиску выбрасывается в болот, он значительно повыше. А ударный объем, он на какое давление влияет? На систолической части. И это пациенты, даже как пациенты лятосикозом, аэросклерозом эолтем, с изолированной системой гипертензией, нихотартреальной системой гипертензией. А в видеобертонёрка возвращается изолятор обратно из магистр ανтерии, обратно в левый желудочек и диастолическое давление, поэтому пабли. Идиастолическое давление низкое, а систолическое высокое. Разница, как называется? пульсовое, они все пульсируют, пульсируют, жалобу на эти пульсации, да, мы с вами видим десектом высоковкуссового давления, и мы сейчас об этом тоже поговорим. Видите, две стрелочки я нарисовал рекординационные, одна, понятно, в верхушке идёт, да, и мы будем с вами здесь на верхушке ждать проведения шума, кстати, да, в салоне, в верхушке, потому что можно только рекординация. А одну стрелочку нарисовал, видите, что она делает, она переднюю сборку нейтрального клапана закрывает, закрывает, и наполнение нейтрального клапана идёт только через одну спрятую сборку, то есть фактически сформировался относительный стеноз левого рентрикулярного отверстия, функциональный, но стеноз. Можно об этом помнить, как она управляет национальные шумы. Выраженная дефектилиотация левого желудка приводит к лишней недостаточности, приводит к стенозу отверстия нейтрального клапана, и плюс ещё к этому же стенозу ещё и раздвижение гидрозного кольца, нейтрализация порока здесь тоже происходит. Так что скучать вам не придётся, шуму функциональных, при этом пороки очень много. Итак, рекординация крови из аорта в левый булочек диастолу и объёмная перегрузка, выраженная дефектилиотация гипертонархии с нарушением сократимости и с речной недостаточностью, высокое пульсовое давление за счёт повышения систолического книжения диастолического. И да, не сказали, диастолическое давление приводит к нарушению перпутия гранарных артерий, а не диастолу выполняется. И поэтому тут опять же возникает шумея, шумея акарда, особенно проявляющая из клинических период физических нагрузок. Симптомы. Вот, кстати, Альфред Денюссе, книга его даже. Он умер 40 лет от сифилиса, от техничного сифилиса, сортами недостаточно всего прочего. Но он был очень погибный образ жизни, то есть там где-то у него с 15 лет он не учился практически, там учеринки, различные там связи ненужные и так далее, да, и наркотики были, всё как положено. Ну вот, заболев, он уже отрубался немножко, конечно, написал книгу из твоих сына века, Абелла разные писал. А отказайте, кого он обвинил во всех своих бедах? Ну, 8 марта будет сказано. Женщины я бы дожил за 100 лет, скажем. Диноват, потому что я такой войной и умираю молодых. Они все с ним согласились. И так, и так, жалобы. Жалобы. Мы только на примере Альфреда Минусе. Три основных тоже жалобы. Первое связано с высоким бросовым давлением. Они не просто чувствуют, как бьётся их сердце. Их сердце прям бьёт их, да, это биение сердца. Она бьёт их в шею, в голову. Когда они ложатся, это такое ощущение, что он сейчас вообще вырвется в лундуке. Но действительно вот эти вот высокие такие перепады с исторического диастолического давления. Второе, привычная нам уже обвечка сверхно-сердечно-незасладственностью, сорта дноя. Истинокардия, да, опять же, истинокардия при физической нагрузке, даривающей, сжимающей пояс. Я единственное, от чего хочу вас предостеречь. Вы когда, вот, в сонопропилевтике наш курс ограничит установкой диагноза, да, лечение мы не разбираем. Но вы уже сейчас должны понимать, что от вас, как от врача, требует не только нервности, но лечения. И каждый диагноз, да, каждый диагноз требуется соответствующего лечения. То есть, если вы говорите, например, что у пациента стены на картине, то вот важно сказать, что это за спинокардия. Да, если это коронарный атеросклероз и шимическая болезнь сердца, значит, надо давать статины, гипотензивные препараты, аспирин надо давать, там, да, диагнозирование коронарной кардии. А если эта спинокардия у пациента с ордами недостаточна, или, скажем, залозна, спинокардия, которая связана с нарушением гемодинамики, гемодинамическая спинокардия, то вам ничего не надо делать, кроме того, что как поменять остальных клапанов, если эндокардия пройдется. И это должно быть даже формулировать и диагноз. Вы пишите, допустим, да, инфекционный эндокардий, недостаточность ортального клапана, гемодинамическая спинокардия. И все понимают, почему мы не стали делать спинокардирование коронарной артерии, потому что она не поможет, надо клапан менять. А если вы вдруг, да, в задаче своей клинической пишите, там, недостаточная инфекционная эндокардия, недостаточная ортального клапана, знаете, не то, что дальше пишут, ИПС-синокардия. Почему ИПС-синокардия? Ну, потому что инокардия, да. Это принципиально другой диагноз. У этого пациента инфекционная коронарная артерия, там нет ишемической болезни сердца, для которой основным морфологичным проявлением являются вот эти артилогические гляжки коронарной артерии. Поэтому не сделайте ошибку, да. Синокардия, гемогеномические симптомы ортальных морфологичных, не более того, она не требует какой-то коррекции или лечения. И поэтому не выносится отдельным диагнозом, да, а перечисляется в рамках основного заболевания, там, психонарной артерии. Три вот этих симптома, чуть-чуть переяснить, да, как партизируют. Несколько симптомов, которые связаны с высоким пульсовым давлением. Если посмотреть в глаза, видно, как пульсируют врачки Ольфред из Индюссе. Это симптом Лондарфи. Если читать в рот, видно, что меняется окраска мягкого ёба, глушек ёбаных миндалин. То набухшие все, то багрово-красные, то бледнеют вяз. Понятное дело, что при курдитации симптом Юльдера. Скринки интересно, он клал покровное стекло на губу, Альфред из Индюссе, и вот это белое пятое, что тоже пульсировало. Скринка говорит, вот капиллярный пульс скринки. Уже, там, практическую книгу написал об этом. А ему говорят, слушайте, товарищ Кринке, а капилляры-то не пульсируют? Как же так? Он говорит, мое уже вроде и имя свое дал, там, да, как и ситром назвал, и обменять же уже. Ну и решили назвать симптом Сепы капиллярной пульсины. Да, вот. Сепы капиллярной пульсины. Проверяем так, отбивая когневое ложе, и границы красного и белого у нас с вами неподвижны. Да, мы можем провести там самые скидры. Вот, у Альфреда Нюссе рана туда-сюда будет. Конечно, один из самых таких показательных симптомов, это симптом Кориганна, который, вы знаете, под названием, может быть, пляска каратики. Выраженная пульсация сонных артенций. Симптом пульс Кориганна и пляска каратики. Ну и симптом Альфреда Нюссе. В чем его смысл? В том, что он качал головой так сердечных сокращений. Очень большие были перепады статического и диастонического давления. И поэтому там разойдет, там проезжает, кто это пошел? Да это, когда праздник Дюссе, видишь, как голову. Поэтому симптом Дюссе так и остался с тех пор. Симптом Дюссе. Самые известные пациента артальных недостаток. При эвакуации к Веркусе мы с вами выявим выраженную дилатацию и гиперлопию левого желудочка. Веркушный толчок в подручной области. Сразу никакой констричной гипертонии нету. Расширенный, куполообразный. В шестом-седьмом межреберье, там, последней подручной линии. Левая граница будет расширена. Далее подчеркнута, а артальная, как аккуратное сердце. И, конечно, основной симптом, основной симптом, это шум. Артальный недостаточный диастонический шум на аорте, проводящийся на верхушку. Причем, помните, недостаточно. Значит, клапан несколько не смыкается. Нет, вернее, что смыкание. А вот это смыкание к чему приводит? Артального клапана. К появлению? Второго тона. При артальной недостаточности второго тона нет. Нет. У меня с него сразу шум начинается. Потому что нет скопов ни клапан. Единственный случай, когда бывает сохранен второй тон, это атеросклеротический генезиспорог. И в ваших колоквиях есть вопрос, по-моему, такой, под задачей по артальной недостаточности. А как аускультативно отличить, там, во-первых, недостаточность, водящего результата инфекционного инфеконита, от атеросклеротического, да. Я долго думал, но вот кроме сохраненного второго тона пока еще ничего нет. Ну и сама по себе, конечно, диалог, если только аускультативно, да, сохраненного второго тона, то я атеросклероз. Давайте попробуем наслушать шум. У нас, не видите, все удается. Мы слышим первый тон, пауза и убывающий шум. Это, конечно, не анталин становится, да. Его слышно гораздо хуже, тихо, тише, чем первый. Поэтому, когда вы в жизни слушаете пациента, закройте глаза и оттагируйтесь. В головой, в голову, в сердце, в ругите, и слушайте то, что вас понадобится. И через какое-то время вы его услышите. Может быть, даже не первый секрет. Так, сейчас, сейчас, сейчас. И на этом можно было бы прекратить разговор, да, портально достаточно. Но там еще и десятых функциональных шумов, которые, в принципе, для диагностики имеют только то значение, что они функциональные, и что этих пороков в сердце у пациента нет, их не надо оперировать, да, их нужно, их нужно лечить основное заболевание, тогда эти шумы тоже выйдут. Итак, первый, первый, самый знаменитый, наверное, шум, это шум Флинта, шум Портина Флинта. Портина говорит, который закрывается передний спортом нейтрального клапана и относит к стенозу левого адрегулярного отверстия. За счет этого формируется относительный нейтральный стеноз. И появляется диастолический шум на верхушке сердца. Я всегда делаю здесь паузу, потому что жду вот этих возмущенных криков со словами «Какой диастолический шум на верхушке, если там уже есть диастолический шум от дальнего и недостаточности, которая появилась на верхушку сердца?» Да? Как там вообще отличить два диастолического шума в одной точке? Ну, во-первых, они не всегда два, тогда бывает, что этот не проводится, или там шума Флинта нет. Но на самом деле все нарисовано. Шум портального недостаточного, который проявился на верхушку, это протодиастолический шум. Он в самом начале диастол. А шум Портина Флинта возникает в момент систола предсердия. Это присистолический шум. Он непосредственно связан с первым тоном, он переходит в первый угол. И вот шумочек, небольшой шумочек, который переходит в первый тон, это и есть шум Костина Флинта. А тот шумочек, который вместо второго тона, в самом начале диастол, это шум проводной. Шум Костина Флинта. Шум Костина Флинта. Тут еще много шумов на самом деле есть, потому что объем крови, например, выбрасывается большой в аорту. Аорта, как обычно, возникает относительность тонов. Не может появиться систолический шум на аорту. Это шум Ореган. Кстати, как не перечитайте про этого врача, очень интересная жизнь, тут ба, и вообще там, высказывание. Он принимал за день до 60 человек. Представляете, вот просто, у него работа, он частым врачом работает, до 60 человек. У него была дверь в кабинете. Он сказал, что не мог, уже было тяжело, он открывал ее, уходил там, гулял в поле и говорит, что я больше не буду работать, пройдем, надоело. Но потом он понимал, что на самом деле, так нельзя, возвращался и продолжался ее дальше. И появилось выражение, дверь-ка Ореганна. То есть, на самом деле, нам много кажется, что есть какая-то дверь, куда-то, чтобы идти там, спрятаться от наших проблем, а они автоматически ищут. Но это не так, все равно приходится возвращаться и все-таки самим решать эти проблемы. Шум ветрализации порога, он тоже есть. И, наверное, еще один знаменитый шум, да, кстати, этот эксперимент можно провести в домашних условиях, вам нужен только пациент и панандоскоп. Возьмите кого-нибудь из родных и близких и панандоскопов, сожмите им процентов на 50 ветренного артерии. Да, и послушайте, что вы услышите. Какой шум? Шум услышал. Мы стынос у него выживали. У меня стынос, пятерная артерия, дышу, и мы слышим шум. Какой шум? Систолический, да. По магистральным артериям только систолический, а диастолического только там нет. А, о-о-о, альфа-литомюсс, если бы мы так сделали, чтобы мы еще услышали. Систолический и диастолический, да, потому что там есть выброс, систолический шум, Войно, систол диастолический шум или шум виноградов Юразьев. Слушайте, я не требую, чтобы вы знали все эти фамилии, но это действительно классно, когда вы приходите в ординаторскую, после обхода, и говорите, слушайте, ребят, у меня пациент поступил с ортами недостаточно реально, чтобы виноградов Юразьев. Все, спасибо вам большое за внимание. Мы все отметили с вами, да? Все, девушек поздравляю.